Сегодня мы добрались до Еревана, правда уже не первый раз, второй раз мы здесь. Первый раз мы сюда попали, можно сказать, по ошибке. Геф нам назначил встречу в Ереване, а сам он живет в Анадзоре. Мы зачем-то приехали сюда и вернулись потом в Анадзор. Так что в Ереване мы уже второй раз. Первая наша достопримечательность, которую мы посетим, это будет каскад. Перед подъемом на смотровую площадку есть такой маленький парк, в котором есть различные статуэтки. Вот одна из таких статуэток это дядя из букв. Кстати, в Ереване очень жарко, как мы обратили внимание, очень жарко. Не менее жарко, чем было в Баку. Тоже очень жарко. Единственное, что тут побольше деревьев и тени. 36 градусов я сегодня смотрела, но это уже в 4 дня. Это мы, получается, с Сивана приехали, а на Сиване было довольно-таки прохладно. Даша, скажи, из чего сделан этот лев? Давай. Этот лев сделан из шин от машин. Из покрышек, да? Из покрышек. Это памятник установлен в честь мужчин, которые много пьют пива и едят кинкали каждый день. Пей пиво! Пей пиво! Пей пиво! А это пивная фея. Пиво, пиво, пиво! Пей пиво пиво, пиво пиво, 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 пиво. Мы стоим сейчас у подножья нашего подъема. Вот куда нам предстоит подняться. И мы начинаем. Мы прошли полпути. Увидели здесь кранчик с водой. И рядом открытая дверь. Я зашел, а там, оказывается, эскалатор есть, который идет наверх. Можно было и не подниматься. Я посмотрела способ как из воды. А так руку подставляете и со своей ладонью пьете. У кого ты так научилась? Тетя какая стояла. Я у нее научилась. Баттл. Кто первый? Я на эскалаторе, мне дашь на лестнице. Дашь, вот это ты топишь. Куда ты так? Куда? Вот такой ты себе пленкой хочешь машину закатать. Мне кажется, это вообще, ну, будет обычная фольга. Любовь и тачки у негров на прокачке. А я дрочу в скайлайне, шеи и цынячки. Лестница не сплошная ведет наверх, а такими промежутками. Одна, вторая, третья. И на каждом промежутке какие-то декорации стоят. Но здесь я не знаю, какая-то рельса замотанная в узел. А на этой стороне можно увидеть голума из «Властелина колец». Моя любовь, моя, моя прелесть. Мы поднялись почти на самый верх, но лестница еще продолжается, эскалатор закончился. Здесь в стене такие подобия кувшинов, и из них вытекают струйки с водой. Увидели здесь интересную статую, типа Супермен летит. Ну, вот не можем понять, что за подставка под ним. Также мы можем здесь наблюдать металлическую акробатическую группу. Мы прошли оставшееся расстояние от эскалатора пешком. И поднялись мы на вот такую площадку, которая мне напоминает Чижовский плацдарм, который находится у нас в любимом Воронеже. А теперь давайте подойдем в Крави и посмотрим вид на весь город с высоты. Как говорится, даже у стен есть уши. Даже у стен есть уши. В этом есть твоя проблема. Будь внимательен. Даже у стен есть уши. Выкупай тех, кто слушает. Кури то, что душит. Это изображение человека, похоже на то изображение человека, буквы, которая на улице. А тут написаны названия рек. И мы уже нашли реку Волгу, самое главное. Потом Писисипи, я еще знаю. И, ну, еще вообще, самая главная река – это Ганг. Двигаясь на эскалаторах назад, мы насчитали, что здесь всего их 7 штук, 7 эскалаторных маршей. Поднявшись и спустившись, мы многое пропустили. Оказывается, что на каждом переходе между эскалаторами есть лифты, на которых можно спускаться в различные выставочные залы. Еще тут есть туалет. Сегодня в Ереване на улицах очень много людей. И вот мы идем, и совместно с нами двигается такая толпа людей. И все эти люди идут на митинг. Митинг заключается в том, что новый премьер-министр у власти находится 100 дней. И вот сегодня будет отчет за 100 дней. Еще такой интересный факт, что в Армении премьер-министр более в главной стране, чем президент. Ну, то есть он в основном управляет страной. Пробыв в Армении уже почти целый месяц, пообщавшись с людьми, все любят нового премьер-министра. Поэтому очень много людей на площади. Встретили мы нашего друга Армена. Кто смотрел в предыдущие выпуски, тот его уже видел. Хотим пройти поближе к сцене. Армен говорит, что премьер-министр выражает свою благодарность тем военнослужащим, которые во время революции не вели против него никаких действий. Сегодня мы решили посетить армянскую свадьбу. Мы решили, так получилось, что в Армении мы попадаем на армянскую свадьбу. И у нас будет возможность сравнить армянскую и азербайджанскую свадьбу. Я думаю, будет очень интересно. А приехали мы сюда с нашим другом Арменом, чтобы не задавали вопросов, как вы туда попали. Деревня Нурадус. Это здесь очень знаменитая деревня. Здесь самая большая коллекция хачкаров. В центре рыбной ловли тоже есть, когда разрешают. Сиванский форель и сиванский си. После церемонии овенчания гости заходят и поздравляют молодоженов. А уже закончилась свадьба в дворце бракосочетания? Как он в дворце бракосочетания? Значит, ЗАГСы не бывают? ЗАГС? Заранее они были в ЗАГС или потом пойдут. Потому что венчание это уже как бы такая, ну, скажем, не совсем официальная после этого муж и жена. А ЗАГС это уже официальная. А если перед господом все официально четко? ЗАГС? Ну и немного. ЗАГС! 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 На плече у молодоженов лежит лаваш. Роман, как ты думаешь, Воронеж город Куража? Конечно, Воронеж город Куража! В Армении даже на свадьбе жарились на шлык! Помимо невесты и жениха, еще всем гостям также принесли шашлык! Увидел на столе, вместе с оленями, с капустой, с огурцами лежит еще что-то вот такое. Я изначально подумал, что это, наверное, капуста. Как вы думаете, что это? Армен сказал, что это квашеные поросячьи ножки. Это реально они! Я попробовал. Реально почищенные! Это вкусно? Ну, это необычно, но довольно-таки вкусно. В общем, изюм я люблю пробовать все то, что я никогда не ел. Армен говорит, что ему очень нравятся свадочки. Очень хорошо. В отличие от азербайджанской свадьбы, на той, которой мы были, на армянской свадьбе на столе присутствует алкоголь. На Севане вчера мы загорали и за два часа мы обгорели. У меня опять обгорела губа. Видно, после Эльбруса они стали очень чувствительными. Поэтому, ребята, все, всегда используйте защитные крема. Несмотря на то, что мы под загорелой были, а все равно сгорели. На высоте две тысячи метров солнце очень шпарит. Я узнал, что жених и невеста 8 февраля были уже в ЗАГСе за сколько месяцев. Так что, ребята, все в порядке. Шайбу-шайбу! Воронеж – город Куража. Воронеж – город Куража. Воронеж – город Куража. Воронеж – город Куража. ВОД НАСЬ! 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 ВОД НА люстры мы приехали к горе Арагац и от этой стояночки начнется наше восхождение люди, вы знаете правила альпинистов? весь тот мусор, который ты принес с собой в горы, ты должен забрать его назад это и вот к тому, что здесь, вот видите куча мусора наш весометр показывает, что мы находимся на высоте 3208 метров это уже хорошая высота время сейчас 11 часов 16 минут посмотрим, за сколько мы заберемся на гору и посмотрим, какая там будет высота гора Арагац на данный момент является самой высокой в Армении что-то я уже отвык ходить по горам, отдышка лютая с погодой нам сегодня что-то вообще не повезло все затянуто тучами облаками я думаю, что когда мы поднимемся на вершину мы вряд ли что-то увидим мы совершили одну часть подъема оказывается, у горы Арагац несколько вершин и мы сейчас будем подниматься на одну из них кстати, гора очень такая каменистая очень много камней падает вниз и, кстати, уже можно наблюдать снег давайте спросим у Армена как дал себе мой путь в гору нормально, легко никаких проблем конечно армянам легче идти, потому что это их гора ну, знаешь, как мне сказали когда армяне поднимаются на гору Арарат у них второе дыхание открывается они начинают танцевать там, плясать на горе, понятно? это нам девочка рассказывала которая армянка и была на горе Арарат слушай, давай этот рюкзак не-не, давай, иди, иди иди, иди, иди иди, 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 иди Александр пилот не сдается он сам несет все свои вещи что я, слабак, что ли? буду я еще пожилому человеку свой рюкзак давать мне неудобно с этой курткой место становится все эпичней и эпичней ну, все ближе к вершине и соответственно все больше тумана Даш, что ты там делаешь? селси в инстаграм? сторисы в инстаграм для нас это легко, как есть бить убитым ноя для МС честь и я опасен, как для кариеса паста для всех, кто не рад моему счастью ееее я все еще рыпую я сейчас нарушу целостность скалы и начнется обрушение арменчик, давай, до свидания пока, арменчик, давай, до свидания пока, жаль, что ты дальше не смог пойти жаль, что ты такой слабак и неудачник ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха-ха горы Арагац. Это южная вершина, она же и самая маленькая. Высота этой вершины 3868. Сзади меня находится северная вершина, она же и самая высокая. Высота северной вершины 490 и западная вершина, у которой высота 3900. А внизу здесь раньше был жерло вулкана. Чтобы нам пойти на ту вершину, нам надо спуститься в седло и начать заново восхождение. Время сейчас 14 часов 25 минут. Шли мы ровно три часа. По дороге на застих дождь, град, туман, ветер. И честно говоря, я даже на полпути уже собирался завершить подъем, но благодаря моим смелым друзьям мы смогли совершить подъем, особенно Даша. Но Армен, конечно, себя немного занижает, тоже шел просто, я не знаю, как прирожденный альпинист. А что у нас здесь есть на вершине? Здесь есть вот такой металлический крест. И у меня такое ощущение, что каждый человек, который сюда пришел, выкладывает фундамент, кладя по камушку. Мы спустились вниз, на обратном пути пошел дождь, но шли мы обратно по другой дороге. Кстати, дождь был с градом. Мы промокли все и зашли в кафе, чтобы попробовать национальное блюдо хаш, которое в Армении готовят только осенью. Но так как здесь холодно, его можно заказать сейчас. Когда мы пошли на гору, мы поднялись на, получается, на хребет и шли по хребту. А обратно мы спустились по более такой пологой дороге, так что есть несколько вариантов, как подняться, но по хребту идти проблематичнее. Сейчас давай соль, это самое. Соль по вкусу. Да. Они принесли фарш в этом, то есть вот там внутри угли, чтобы он всегда горячий был, пока вы будете есть. А я это не знаю, сколько соль. Ну, это по вкусу. Вот вообще не соленая? Не, она вообще не соленая. Числот есть прям? Да, да, смешно. И мне кажется, две ложки чистота нормально будет. А ну, это может быть, это уже хватит. Эй, ну, хватит, хватит. Половину, половину. Яса, сними туда по старому тарелку. И сроктор покажет. Ну, давай, ломай как-то. Ну, не сильно пойти, измельчи. Молодец, как столик кашек. Давай еще. Еще? Да, да. Потом целый день кушать не захочется. Не, хватит, наверное. Не, не, давай. Это не суп, это хаш. Обычно говорят, столько хлеба надо положить в хаш, чтобы ложка стояла в доме. Да. Арман нам специально сказал, чтобы мы побольше наломали лаваша, чтобы вам на двоих хватило. Ну, ты искренник, да, не знаю, да. Это бульон от говядины, точнее от говяжьей ноги, которые мы перемешали с сухим малашом. И обязательно с чесноком. Ну, и опять же сюда подается чеснок, соль, все добавляется уже по вкусу. Ну, мне лично напоминает вот у свиньи, когда вот ногу ешь, когда холодец вот варит. Вот что-то из этой серии. Ну, вот это, если так скажем на русский лад, это горячий холодец. Мы стоим, перед нами гора. Вот наша машина. Заглушили машину, ручник снят, передача нейтральная. Бросаем газ. Турвус. Бросаем турвус. Все, вот, подъем, я думаю, видно. И машина разгоняется в гору. Вот, видите здесь? Никакие лампочки, ничего не горит. Вот, смотрите, я повернул сжигание, выключил. Все, мы продолжаем набирать скорость в гору. Попробуем на первую переключить. Сдвинет место на первой передачи? Да, это уже слишком будет, наверное. Давайте попробуем. Подбросаем цепление. Нет, на первой нет. Вторая. Вторая тоже нет. Третья. На третья не сдвигает. Четвертая. Пошел, пошел. Пошел. Нет, давай пятая. Пятая ель. Пятая ель. На передаче машина в гору поднимается. Да я с улицы это засняла. Про это место снимали в передачах. Мы увидели, нам стало тоже интересно. решили проверить это место рядом с горой Арагацци. Кто знает, что это за такое явление, пишите в комментариях. Будет очень интересно. Кстати, насчет магнитного поля у меня тоже была такая версия. Но говорят, что здесь рядом еще протекает река и река тоже течет в гору. Мы снова приехали в гестхаус к Армену, в котором мы уже жили. Гестхаус геологистхаус. Дом геолога. Армен, скажи шашлык. Шашлык. Напротив Армена живет чудной дядечка. Он играет на дудочке. Сейчас я вам продемонстрирую. Работает моя жена. Получила вам за 92 рубля. Это что, выпьем? Да. Мы покидаем Гаргар. Покидаем гестхаус. Дом геолога. Прощаемся с Арменом. Вот он, наш Армен. Он же велосипедист. Смотрите, человеку 83 года, а он не унывает ездить на велосипеде. Да. Только шлем у меня голову не пройдет. Самый позитивный человек в Армении. Больше всех мне запомнился. Больше всего провел с нами времени. Очень добродушный, гостеприимный, веселый человек. Искренний. Рад был провести с ним все это время, Армен. Ну и по традиции нам будет тебя. Какой ты официальный мой друг. Ладно, кончай, снимай. Все, давай. Хватит играть на публику, да? Мы приехали в город Ванадзор, он же Кировакан, чтобы попрощаться с нашими друзьями Аль Капоном Гевом и с его женой Вартуи. На этом наши выпуски про Армению заканчиваются, и мы отправляемся в свое новое путешествие. Ну что, всем пока. До свидания.